Маленькая Швейцария каждый год экспортирует в 3-4 раза больше высокотехнологичных продуктов, чем огромная Россия. Сегодня разрыв между компаниями и государствами, которые пожали плоды четвертой индустриальной революции и теми, кто не смог этого сделать, продолжает расти. Россия – это одна из тех стран, которые однозначно стали мировыми технологическими аутсайдерами. Парадокс – страна, которая претендует на какое-то там мировое влияние, не в состоянии экономически и технологически конкурировать с развитыми странами мира. Противоречие состоит в том, что у русских хорошо получается изобретать, но очень плохо выходит заниматься инновациями, то есть делать изобретения коммерчески успешными. За примерами далеко ходить не нужно. Русским ученым, например, принадлежат две Нобелевские премии за разработки в области лазерных технологий, но сейчас нет ни одной значительной российской компании на этом рынке. Электролампочки в России изобрели до Эдисона, взявшего эту идею у Яблочкова, но затем американские компании захватили этот рынок. Попов, русский ученый, передавал информацию по радиоволнам до Маркони, но сегодня у России нет успехов на мировом рынке радиоэлектроники. Ну, кроме разве что мультики про робота Федора с успехом веселят западных ученых. Россия первая запустила искусственный спутник Земли, но сегодня у России, вдумайтесь, менее 1% международного рынка телекоммуникаций. Россия первой в Европе создала электронный цифровой компьютер, но кто покупает российские компьютеры сегодня? Этот список можно продолжать еще очень и очень долго. Почему же в Российской Федерации всегда профукивают блестящие идеи своих лучших умов? Несколько лет назад в Россию приезжала делегация MIT, Массачусетского технологического института. Во время встреч молодые российские ученые задавали один и тот же вопрос. Как сравняться с MIT в разработках сенсационных научных идей? Американские ученые отвечали, ключ к успеху лежит в культуре. Причем не столько в культуре MIT, сколько в западной культуре и культуре США в частности. Из каких же элементов эта культура состоит? Думаю, что в России понять подобное будет сложно. Но список таков. Демократическая форма правления. Свободный рынок, где инвесторам нужны новые технологии. Защита интеллектуальной собственности. Контроль над коррупцией и преступностью. Правовая система, где обвиняемый имеет шанс доказать свою невиновность. Свобода мнений. Вот лишь некоторые из, казалось бы, неявных характеристик инновационного общества. Но русские на встречах с представителями MIT абсолютно не понимали эти моменты и упорно спрашивали американцев о том, какая конкретная технология принесет успех. И тогда, уставший от этих однообразных вопросов, ректор MIT Рафаэль Райф сказал, вам нужно молоко без коровы. То есть, чтобы сочная трава сразу превращалась в коровье молоко без самой коровы. Сегодня Кремль пытается провести модернизацию страны. Но, к сожалению, в русле своих предшественников, царей и генеральных секретарей, они пытаются отделить технологии от политической системы. В России не удалось построить благоприятное для инновации справедливое и по-настоящему демократическое общество. Они говорят, что поддерживают Сколково, но в то же время запрещают демонстрации и подавляют политических оппонентов. Перекашивают правовую систему в своих целях, преследуют ученых за сотрудничество с Западом. Такая политика не может привести к развитию общества, где процветают рисковые предприниматели и инноваторы. Кремлю нужно молоко без коровы. И до тех пор, пока остается эта политика, Россия всегда будет прохлопывать варежкой конкуренцию с западным миром. Лучшие головы российской науки уже давно за границей. А судьба Российской Федерации не завидна. Это вечное технологическое и экономическое отставание от мировых лидеров на десятки лет. Ну, зато в области балета Россия впереди планеты всей. Ну, наверное. По мотивам выступлений, а также книги историка науки Лорена Грехема, сможет ли Россия конкурировать? История инновации в царской, советской и современной России. Друзья, если вы разделяете наши взгляды и хотите помочь каналу, поддержите нас на платформе Патреон. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова